Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также еще в особой поставке я хотел проверить, есть ли там полученные призы. Нет, значит 12 дней мы сейчас доигрываем с новыми призами. Видимо у них какой-то сбой прошел или что-то в этом роде, или они быстро как-то все сократили. И 12 дней сейчас доигрываем прошлый ивент без сохранения. Так что будем делать? У нас есть особая поставка 100 ключей, где нам предлагают выиграть Ягера и Скорпиона. Что ребята делать? Я даже не знаю. Сегодня накопить и купить за 200. Так получается ящик. Может Хавка выиграем? Возможно. Давайте реально попробуем. Ну, сейчас мы пойдем тогда в бой. Активирую бустеры по полчаса. Так, активировать у нас тут. И в принципе-то все. Мы готовы. У нас два дракона. А фантом обратно на пушках Хала вернулся. Вот. И два дракона у нас, ребята. Их понерфили. Ну, сейчас посмотрим, будут их нерфить или нет. Кстати, стычка. Я задыхаюсь, потому что жарил котлеты и нет, тут в последней комнате чистого воздуха. Так как я астматик, главное бы не задохнуться совсем. Пойдем в бой, посмотрим. Первое, что я хочу увидеть, это у Джанов. Сразу будет по ним видно, их понерфили или нет. Фантома возьмем, ребята. Фантома и глайдера. Все уже приземлились. Один я не приземлился. И вот я приземлился. Все, в принципе, побежали. Первый маяк я просрал, потому что очень долгая загрузка идет. Бегу ко второму маяку. Также еще поступила какая-то информация от Мишина в плане того, что планируется нерф роботу-фантому. Планируют разработчики понерфить скорость, увеличение скорости при способности фантома. Не знаю, насколько это правда-неправда, но типа так. Такая информация промелькнула. Сейчас пытаюсь забрать еще один маяк, потому что надо кровь из носа маяки забирать, иначе тебе ничего не светит. Это был у нас Игорь. Видимо, наверное, возможно, не знаю. Убили Игоря, ну, всей толпой, разумеется. Пушки у нас зарядились. Кто там у нас есть, не знаю, но можно, в принципе, попробовать захватывать маячок. А, тут даже вот как, смотрите. Что-то странные пушки какие-то слабые. Мы его попробуем заморозить. Красноперый, я там атакует по левому флангу. И сейчас просто идет убийство этого парня. Ну, к сожалению, да. И еще один забор маяка пытаюсь взять. Хотя бы его застанет, чтобы он никуда не шел. Плотную, потому что он на штормах. Маяк мы захватили, можно, в принципе, пока попрятаться. Убил парня. Ну, в принципе, неплохо, да, я его зашатал. Тут целая толпа. Я думаю, надо валить отсюда. Очень много тут народа и... Застанели. Окей, я вернусь обратно. И встречу противника полной грудью. Да, кто у нас там? Да, убили. Надо было стрелять у этого парня. В общем, вот так вот, ребята. Вот такие пироги, да. Не успел я убежать, и антиконтроль у меня сработал. То есть я хотел вернуться вниз и подождать команду союзников, которая атакует, кстати, вверх. Попробуем четыре скоржи в него всадить. И перезарядку уйти на перезарядку. Ганс манчер сейчас будет на Раване пытаться атаковать его. Вот я поддержу его. Равану свою. И, конечно же, сейчас идет захват маяка. О, Равана моя ушла, посмотрите. Ха-ха, утонула Равана вообще. Маяк будем сейчас захватывать. Не знаю, попадаю, не попадаю. Но судя по тому, что ХП тает, вроде попадал. Отлично. Остались титаны. Не знаю, я только высуну свою голову, и все, мне будет биздец. Этого титана я еще успею добрать, пока он среагирует. Титанец реагировал сразу, но я его кокнул. Да, это здорово. Попытался я кокнуть этого парня. Не получилось. Этого тоже титана не получается шлепнуть. Поможем здесь. Отлично. Надо иметь роботов, которые убивают, понимаете. Вот летачая крепость, про которую мы говорили о Минго, заставляют ходить по земле. В принципе, я не против, потому что сверху они слишком уж нагибают. Парня все-таки бьют. А чувак, ты проигрываешь, тебе надо взлетать. Тебе надо взлетать, со мной биться. Без проблем, убивай. Не проблема. Я возьму другого робота. Более покруче. Это спектр. Идет мой спектр в атаку, ребята. Теперь у нас два синих майка. Так, меня в пушечке компрессировали. Давайте спровоцируем его на способность. Ага, отлично. Так, надо рассчитать сейчас полет. Блин, я же вперед хотел лететь. Шляпа. Давайте шляпа, ребят. Смотрите, жадный. А ведь почти довел его до ластенда. Все, он включает свою способность. Еще один у нас убийца утонул, смотрите. Глазик работает. Шикарно. Сейчас будет убийство этого парня. Совместными силами. Ноденс, спасибо. Опа, тут у нас какие-то пупухи. Перезарядка идет оружие. Еще меня лечит еще один Ноденс. Ну как, ребята? Фантом, а? А, какая красота! Вы посмотрите, какая красота! А вот Жана берем на клеонах. Как красиво, да. Пектор молодец сыграл. Я сказал, наверное, Фантом ошибся. Пектор молодец. Победили? Да, это победа. Вот так надо уметь играть, да. Ну, более-менее с равными ангарами. Ну, куда мне против Хоуков и так далее. Победа у меня второе место. Полтора миллиона дамага, к сожалению, не так хотелось бы набивать 4 ляма, как у этого парня, да. Вот, ну, 4 и 391 тысяча серебра. Плюс 10 лиги мне дали. Да, это даже очень хорошо, ребят. Плюс 10 лиги. Я в шоке, если честно. Я таких цифр и не видел. Дальше давайте посмотрим. Блин, да, что ж такое клан? А, вот, все, нажимаю на эту кнопку. 4903. Ну, 97 осталось до Чемпионской лиги. Надеюсь попасть в Чемпионскую лигу. Второй бой этого вечера, ребят. Фантомчика возьмем, Фантомчика. Фантомчика на гладерах возьмем. Хотя, в принципе, он все равно не желез. Так, маячок. Очень не хотелось бы, чтобы у Фантомчика резали скорость. Но разработчики это сделают. Потому что на Фантоме не начал играть братуха. Вот, они это все сделают. Попланирую я сейчас, возможно, поиграть от обороны. Потому что очень много народу, посмотрите. Хотя сейчас воевать. Вот, блядь, Хавк. Смотрите, от обороны хотел поиграть, сука. Взлетел и выжиг меня. И еще одна турка бежит. Богатая. Жирик. Жирика мы заморозили. Надо менять никнейм. Демира сейчас. Смотрите, я уже убежал на базу, а у меня все равно продолжают шпиговать, понимаете? У меня сломали левую ногу. А это Хавк, Енер Мустафа. У разработчики делают так, чтобы робот Хавк наносил дамаг противнику и спокойно отступал. То есть он на таком большом стенде, как 500 метров, наносит дамаг и спокойно отступает. Это создано, ребята, для того, чтобы... Чтобы его покупали. Разумеется, чтобы Хавка покупали. Хавка будут покупать. Будут тратить деньги. А потом разработчики, как обычно, его понерфят. Попытался я сейчас застанить этого Хавка. У меня не получилось. У него в обычном режиме пушки куда круче, чем у меня. Но он чуть-чуть не попадает. Но все равно как бы мощнее, да. Робот мощный, ничего не могу сказать. Не то, что робот мощный, так еще и игроки мощные. Давайте, берите маяк. Ну, богатые, в плане того, что там очень большая прокачка. Два вот парня, Демибер и Мустафа, они сделают весь бой вдвоем. Им достаточно нагибать вдвоем. Вот у Йенера, у Йенера, Мустафы сейчас и второй Хавк он взял. Вот, все в порядке с этим делом. Не получилось моему спектру нагибать. Видите, он когда упал, только когда встал на ноги, его можно шкварить. А так нет, нельзя. Робот на атомайзерах. Ну, конечно же, не надо вам говорить, что это супер прокаченные игроки. За 50 тысяч хп у меня за доли секунды просто уничтожили, убили все. Этот бой мы проиграли, к сожалению. Я лечу в атаку на пролом уже. Потому что проигрывать с одним маяком, ну, как ты, ну, вообще прям. Я бегу за маяком. Да, да. Вот. Так, Йенера сейчас вот этого убивает. Давайте попробуем тоже его сейчас покосать. Получится или нет? Он дурак и не понял, да? Летим на пролом. Сейчас его будет подключаться, лечить Ноденс. Нагло. Ха-ха-ха. Нагло сейчас очпокали пацана и проиграли. Ну, что ж, ну, блин. Я вам еще раз говорю, вот были бы такие роботы, как и у них. Мы еще посмотрели, у кого скилла больше. Миллион восемьсот, командор. Два ляма девятьсот, ну, и четыре тысячи очков в честь получил. Я как-то вообще слабо сыграл, да? И вот они, два героя, которые вытащили бой практически. Хотя дамага у них там ни о чем. Вот. У меня тоже три маяка как бы. Ну, ладненько, в общем, вот такой был бой. Мы выполнили задание на победу, да? И еще одно задание там вот такое вот. Выполнили, кстати, 12 дней. Значит, здесь за рекламу, за рекламу я посмотрю после видеоролика. За рекламу десять раз посмотрим. Можно будет еще один сундук открыть. То есть планируем... Ну, если по двести за хавком идти, то получится шесть сундуков и по двести, и один за семьсот. Ой, и один за стул. Вот. Так что вот такие пироги. Ну, сегодня на стриме будем решать. Может, даже откроем два по 100 за Скорпионом в надежде. Но Скорпион тоже такой веселый робот. Жопу подрывает мне хорошо, неплохо. Давайте в бой. Третий бой этого вечера. Я не против ждать даже 20 секунд, чтобы в бой идти. Лишь бы ничего не лагало, и играть в любимый режим. В любимой игре играть в любимый режим. Та же самая карта. Не хочу брать глайдера. Не вижу пока смысла глайдера. Может быть, на виперах его одену. К сожалению, гроза моя. Моя самая, мой самый дамажный робот. Это Ауджан на Эвенджерах. Он ушел в ангар. К сожалению, его разработчики убили, добили. Уничтожили. Я бы сказал, наглым образом просто уничтожили робота. Оставили от него рожки до ножки. Понимаете, сейчас Дон Алекс у нас отвлечется на противника, и тогда можно будет работать против Дона Алекса. Главное забрать маяк и спокойно телепортнуться обратно нахрен. Все, в жопу. Я телепортнулся. А вы тут воюете. Так, маяк я забрал. Что там, посмотрим. Слева можно сделать. Давайте попробуем драпануть по левому флангу. Приостановимся чуть-чуть. Вот ребята у нас бегают, смотрите. Сейчас мы его застанем. Хотя, может быть, вряд ли мы его застанем. Телепорт обратно. И помогаем доктору. Наш доктор сейчас будет здесь воевать. Включаем наше сопротивление. Не станется никаким судьбами этот парень. Доктора убили, что ли? Что могу сказать? Я бы утелепортнулся. Вот посмотрите, робот бронированный. Да сколько можно по нему стрелять? И не убить его никак. То есть, а как вообще убегать от этого робота? Убегать, понимаете? Разработчики не дают возможности убить его. Нет, ну может какой-то модуль поставить. Но вы ставите один модуль ради этого робота. И к вам прилетает другой модуль с инвизом. Ставите им там пробитие инвиза. Прилетает другой робот. Да, то есть, с сопротивлением. Тут, понимаете, тут такая, ну, никакой радости нет. Когда ты вот стреляешь в робота, а он не шелохнется абсолютно никак. Вот. Даже пыль не сбиваешь с его брони. Пыль намертво приклеилась, понимаете? Печально. Вот отдал парочку боеприпасов. Вот сейчас ОРС у нас, к сожалению, без способности. Борется с другим ОРСом. А, с Раваной. Да, еще какой-то супрессион на меня наложил прямо. В принципе, как вариант. Возможно, этот парень включит. Нет, не включил. Попробуем забрать маяк. Там против той Равады бесполезно херачится. У меня все-таки спектр, а не блиц. Ну, так взял, просто свелся на меня и все. Такой, на смерть такой полетел. Ну, давайте возьмем Ауджана на нуклеонах. К сожалению, Ауджана еще нерфит. У него не будет инвиза. Это то же самое, что Равана практически. Ой, не Равана, а Гриффин. Залетел. Ну, или Красный Дракон. Дебилы, ну, чем взять-то? Ауджана делают Красным Драконом, понимаете? Ну, есть ум у людей, блядь. Просто поймите, наверное. Он маяк не собирает, и это самое главное. Хм. Не, в натуре сейчас только осознание пришло. Из Ауджана делают Канга-Дайе. Или как там, Канга-Канг, ну, не помню, Красного Дракона. Так зовут. Такая чушь, ребят. Я иду как бы защищать маяк. Да хрен я там дойду, е-мое. Вы че смеетесь? Ну, он меня уже, когда я садился, мог уже убивать, понимаете? Ну, давай, убьем его, нет? Такая чушь. Я сейчас все продумаю про Красного Дракона и Белого Дракона. Практически уравняли роботов. Только у этого две пушки, а у того четыре. Идиоты. Блядь, откуда он... Какие у меня еще другие могут быть слова, ребят? Как можно, блядь, так делать вообще, не понимаю. Братухина фирменное зависание. Справа я знаю, что бьется Артур. Но я здесь, как говорится, завис, не буду висеть. Как вы видите, я уже приношу дискомфорт этому роботу. Они скоро уберут и этот вариант. Ну и что хотел забрать? Не, пацан, братуха сверху видит все. Ну что, победа, ребят. Это третий бой этого вечера. Ну, здорово, что я могу сказать. Просто обалденно. Ха! Второе место. Два миллиона шестьсот, четыреста тысяч серебра и восемь очков лиги. Здорово. У этого парня, правда, побольше. Ну, понятно. Играли против Фира. Семь-пять. Ну, его победили. Вот. Вот такие пироги. Что у нас там по очкам? Две тысяч... Четыре тысячи девятьсот восемь. Растет по чуть-чуть. Вот так разработчики сделали. Давно надо было так сделать. С самого начала вот этих лик. К сожалению, разработчики. Есть разработчики. С вами был Братуха. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлалки. Оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.